Бонжур! Добрый вечер! Привет всем! Меня зовут... И добро пожаловать к ежедневным моментам в гостях. Для тех, кто с нами в первый раз, я вижу, есть много таких имен, то я расскажу, что наша организация была создана группой МАМ 10 лет назад в целью укрепить чувство принадлежности к еврейскому народу в его более отдаленных частей и основательность нашей организации и посчитали нужным инвестировать именно в женщин, в еврейских мам, для того, чтобы они и мы почувствовали личный интерес к традициям и культуре еврейского народа и вовлеченность в еврейскую жизнь в своем городе и за его пределами. И мы искренне верим, что мама, которая вдохновлена сама, обязательно повлияет на свою семью и окружающих. И, как правило, наша программа начинается с совместного образовательного путешествия в Израиль с мамами из различных еврейских общин мира, а потом продолжается в тех странах, из которых приехали наши участницы. В марте этого года произошло что-то беспрецедентное, и впервые за историю существования момента мы путешествия стали невозможными. И наша команда почувствовала желание и необходимость создать онлайн-мероприятия на английском, испанском и русском языках для того, чтобы обучение продолжалось. Но также мы ощущали, что все, что мы делаем, оно действительно поднимает настроение и помогает нашей аудитории и выпускницам программ поддерживать связь с Рубцом. Но на самом деле то, что произошло, это что наши эфиры и мероприятия стали популярны и открыты для всех-всех-всех, кому интересна их тематика. Вот поэтому мы рады всем, мамам и папам, и вообще абсолютно всем, на самом деле, кому близки те темы, которые мы поднимаем, и приглашаем вас следить за анонсами в нашей группе, группе «Моментум» на Фейсбуке и по всем дополнительным каналам. А сегодня у нас очень радостное мероприятие. Это такая некая сублимация мечты, прогулка по Парижу. И я должна признаться, что это моя личная небольшая фантазия, когда-то давно я наткнулась на изумительный блог под названием «Королей капусты» и сразу начала фантазировать о том, как здорово будет оказаться в Париже и записаться на экскурс. Который проводит Полина Поминана и ее коллега Ольга Карафейна. Ярко, они преподносят абсолютно все, что связано с Парижем, французской тематикой, что я провела несколько счастливых минут в мечтах о том, как можно осуществить эту затею. И в дальнейшем, когда возникли определенные обстоятельства, то я добралась с милостью и пригласила Полину, историка, антрополога и журналиста, погрузить нас в предпраздничное настроение и рассказать нам о еврейском Париже. И наша вторая профессиональная мечта – это то, что когда пандемия наконец-то закончится, к нам присоединятся мамы из Франции и мамы из Парижа, которые тоже должны были участвовать в программе на момент в этом году. И я надеюсь, что они тоже пойдут в состав нашей такой международной компании. А на этом мое вступительное слово наконец-то заканчивается. Я очень рада передать микрофон в настоящий Париж, где уже ждет Полина. И желаю нам всем приятного мероприятия, открыть чат, задавать вопросы. Те, кто слушает нас на Фейсбуке, пишите на Фейсбуке. Мы передаем это Полине. И на самом деле, я уверена, что она прекрасно будет руководить эфиром, так как делает это давно и с большой любовью. Все. Полина, пожалуйста. Спасибо большое, Аня. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Полина Фомина. Я парижский гид. И сегодня мы с вами будем гулять по еврейскому Парижу, по Парижу начала 20 века. Я надеюсь рассказать вам в кратком объеме в течение часа о том, как родилось все современное искусство и что главные для нас сегодня еврейские художники создали в Париже. Для этого я сейчас открою свой экран, чтобы вы могли вместе со мной следить за картинками. И сейчас вы должны видеть первую картинку на своих экранах. Это афиша нашего сегодняшнего мероприятия. Моя фотография. Нет, нет. Полина, давай еще разочек поделись, пожалуйста, экраном. Ты меня выкинула, Оля, да? Давай еще раз поделимся экраном. Ничего, ничего. Что мы видим сейчас? Есть ли картинки? Все видно, да. Отлично. Прекрасно. Сейчас, друзья, я уберу ваши лица. Правила нашей сегодняшней игры будут такие. Я буду вам рассказывать в течение часа то, что я для вас приготовила. Прогулку по нашему еврейскому и художественному Парижу. И смотреть на ваши комментарии в течение часа я не буду. Если у вас есть хоть какие-нибудь вопросы, вы, пожалуйста, пишите их в чате в поддержку. Ольга и Анна вам обязательно помогут. А я отвечу на все ваши вопросы, если они у вас будут, после того, как завершу свой рассказ. Итак, мы с вами пойдем гулять по Парижу. Но сначала мне нужно вам немножко рассказать, что такое Париж. А для того, чтобы рассказать, что такое Париж, нужно в двух словах объяснить, почему именно я рассказываю вам об этом Парижем. Сейчас вы видите вторую картинку на своих экранах. Это я. В те времена, когда люди еще могли лицом друг к другу стоять без масок, мы с вами стоим на кладбище Перлашес. Вот так. Начнем нашу прогулку сразу с кладбища. Один из главных героев нашей сегодняшней прогулки будет похоронен именно здесь. Внизу вы видите еще раз, как меня зовут, Полина Фомина, гид в Париже. И название моего основного рабочего инструмента, Instagram, Короли и Капуста. Как Анна сказала со своей коллегой Ольгой Кораськовой, мы организовали турбюро, и называется оно Короли и Капуста. Приходите, пожалуйста, в наш Instagram. У нас там много всяких разных лекций, где, собственно, бесплатных. Где, собственно, Анна нас и нашла. И теперь мы с вами перемещаемся сразу же ровно туда, где и должны были оказаться с самого начала, а именно в Париж. Родилась я вообще-то в Петербурге, где училась и на историка, и на антрополога, но очень много лет назад переехала в Париж. Ну, очень много для моей жизни. Лет 15 назад переехала в Париж и стала заниматься тем, чем занималась всю жизнь, а именно историей. История Парижа – это удивительный мир, которому больше двух тысяч лет. История еврейского Парижа велика, многообразна, но мы с вами сегодня остановимся на одном очень небольшом кусочке, просто потому, что охватить за час все невозможно. Вы смотрите на картинку, на которой сразу по центру вам бросается в глаза главный символ Парижа. Были вы в Париже или не были, вы, конечно, знаете, что символом Парижа является Эйфелева башня. Эйфелева башня отчасти символизирует тот период, о котором мы с вами сегодня будем говорить. Эйфелева башня – это символ Парижа, который был построен в конце 19 века и стал знаменитым в начале 20 века. И поэтому все герои моего сегодняшнего рассказа будут стремиться и приедут именно в этот самый Париж из совершенно разных мест – из Витебска, из Ливорна, из белорусского местечка Смиловича. Почему? Потому что Париж в начале 20 века представляет из себя центр мира. Вот сейчас мы можем спорить, что является сегодня центром мира – финансовым, художественным, таким-сяким. Париж центром мира больше не является. Он потерял свои позиции по окончании Второй мировой войны. Но в начале 20 века Париж – это город, который привлекает всех. И тусовка, которая собирается в этом городе, будет абсолютно интернациональна. Почему? Собственно, эта вот красотка, которую вы видите, железная, четырехногая, которую вы видите на своих экранах, она отчасти является одной из причин, почему Париж становится таким ценным и важным центром мира. Дело в том, что в конце 19 века в Париже происходит гигантская перестройка всего города. Париж становится тем, чем он является сейчас. Белые шестиэтажные дома, чугунные балкончики – это город, перестроенный полностью в конце 19 века императором Наполеоном III. И главным центром притяжения всех в этом Париже являются всемирные выставки. Эйфелева башня и была построена в свое время, в 1889 году, на окраине города, как символ одной из таких всемирных выставок, как, собственно, ворота, через которые народ должен был входить в город всемирных выставок. Почему это важно? Почему мы начинаем с этой стороны, под таким углом, смотреть на этот город? Потому что всемирные выставки проходили в Париже, ну, в среднем раз в пять лет, длились по полгода и притягивали к себе огромное количество народу. Туристический центр, промышленный центр и художественный центр мира – это Париж. Сюда можно приехать для того, чтобы найти какие-то новинки, например, в промышленном строительстве. Эйфелева башня – это что-то совершенно удивительное, построенное из металла, 300 метров высотой. Прогресс. Париж – город Прогресса. И в это же самое время на всемирных выставках показывают искусство. Все художники мира мечтают оказаться в Париже, потому что там они будут показаны на салонах во время этих всемирных выставок. И там они смогут найти людей, которые купят их искусство. Поэтому все – евреи, неевреи, французы, русские, японцы, австрийцы, кто угодно, американцы – стремятся приехать в этот город, потому что этот город – это рынок, самый лучший рынок всего, что связано с культурой, промышленностью и индустрией. И именно поэтому в этом городе бурлит вся возможная художественная жизнь, бурлит светская жизнь. Это город огней, это город электричества. Вот на этой самой Эйфелевой башне впервые, например, опробуют такую новинку, как лифты, которые могут поднять вас на высоту 300 метров. Это удивительный город, в который все хотят попасть. Помимо всего прочего, это город искусств. Сейчас вы видите перед собой здание нашей главной оперы. Это опера Гарнье, такое здание, похожее на торт, стоит в центре города. Сейчас там в основном показывают только балет, но в самом конце XIX века, когда специально под эту оперу расчистили местр в центре города, это два шага от Лувра, главного французского музея, и поставили вот эту вот громаду, это стало центром и смыслом синтеза всех возможных искусств. Я недаром показываю вам именно это здание, потому что к нему мы еще вернемся в конце нашей сегодняшней лекции. Два символа, индустриальная башня и вот эта вот опера Гарнье, такие близкие друг к другу и такие разные по стилю, это два конца одного и того же вектора. Это то направление, которое будет держать Париж на протяжении, ну, как минимум ста лет, являясь тем самым центром мира. При этом в этом центре мира люди живут, конечно же, по своим законам. Они не только ходят на выставки, они еще и живут полной и бурной жизнью. И в городе Парижа одним из самых главных символов его до последнего времени было что? Террасы-кафе. Вот эта вот бурная, активная, светская парижская жизнь, в которой каждый найдет себе развлечение и удовольствие, она концентрируется за столиками террас-кафе. В Париже, да и вообще во Франции до сих пор не очень принято приглашать людей к себе домой, в гости, это не кухонная культура. Вот этими вот гостиными и кухнями станут террасы-кафе, где люди будут встречаться, разговаривать, выпивать и знакомиться, совершать сделки и покупать картины. И даже если у вас совсем нет денег, как не было денег у героев нашей сегодняшней истории, по крайней мере в начале, когда они только приехали в Париж, но даже если у вас совсем нет денег, вы можете себе позволить то, что могут себе позволить вот эти дамочки в шляпках по моде 20-х годов. Вы видите, что перед ними стоят, скорее всего, кофе в стаканчиках и, возможно, вино в стаканчиках. Знаете, кстати, почему у них блюдечки под стаканчиками? Потому что в Париже того времени вы заказывали бесконечное количество напитков, пили их, пили, 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 официанты приносили и уносили стаканы, но оставляли на столе блюдечки. Под каждым вашим заказом было блюдечко. И когда вы собирались расплачиваться, приходил официант и просто считал стопку блюдечек. Ага, выпито 12 блюдечек. На этой фотографии вы видите людей, которые сидят в кафе «Дом». «Дом» – это одно из очень важных кафе-ресторанов Парижа, существующее до сих пор. Некоторые кафе стали такими институциями. У нас, в принципе, есть кафе, существующее аж с 17 века. Для развития артистической жизни Парижа начала 20 века именно кафе «Дом» будет центровым. Это связано с тем, как построен Париж, как он делится. Я хочу вас сразу предупредить, что я сегодняшнюю свою историю хочу построить таким образом, чтобы провести вас как бы гуляя по Парижу. Это не просто сухая лекция. Я хочу сделать так, чтобы у вас… Мы же не можем сейчас путешествовать и гулять, но я хочу, чтобы у вас осталось ощущение некоторой прогулки, а если вам захочется, это может стать для вас даже будущим путеводителем по тем местам, которые я вам покажу. Ну, не только в кафе, в опере и вокруг Эйфелевой башни происходят дела в нашей с вами истории. Париж разнообразен. Посмотрите на эту замечательную фотографию. Она цветная, обратите внимание. При этом она сделана до Первой мировой войны. Тогда в коллекции Альберта Хана уже появляются первые цветные фотографии. Это такие вот углы некоторых мебелерашек, где живут бедное население Парижа. Париж – огромный город. Уже на тот момент, на начало XX века здесь живет больше двух миллионов человек. И понятно, что условия жизни у всех разные. Не все живут в красивых кварталах около Елисейских полей. Некоторые живут и вот в таких условиях. А это, конечно, пожалуй, самая такая напрямую имеющая отношение к нам фотография. Она сделана в квартале Море, который до сих пор считается одним из самых еврейских кварталов города. Хотя на данный момент еврейское население разбросано по Парижу и живет в разных местах. Все равно стараются, особенно ортодоксальное население, стараются концентрироваться в определенных точках. Но Море носит вот этот вот флер всего еврейского. И здесь осталось очень много вывесок и на иврите, и на идише есть надписи здесь и там. И если, например, мне нужно купить халу или пончики, я пойду именно в Море. Там до сих пор находятся самые лучшие еврейские булочные. Давайте посмотрим на то, как устроен Париж и сейчас, и тогда. Потому что это важное замечание. Париж ни капли не изменился с того периода, о котором я вам рассказываю сегодня, с начала XX века. Вы видите Париж, который разделен на 20 округов. Вот эти вот циферки на карте 1, 2, 3, 4, 5 – это нумерация районов. Наши районы называются Арандисманы. Только что нами с вами увиденная фотография из еврейского гетто, из Море, имеет отношение к двум цифрам. 3, 4. Вот здесь вот на границе третьего и четвертого Арандисманов находится этот знаменитый район Море. В основном там концентрировалось ашкеназское население. Поселились здесь евреи в самом центре города давно. И так или иначе это было связано с тем, что в определенный момент, в начале XX века, это были самые неустроенные старые районы города, где улочки похожи на лабиринты. Население, желающее жить комфортно, выезжает чуть дальше, в сторону 8, 9. Вот в 9 Арандисмане находится наша с вами шикарная опера. Эпелева башня, как вы видите, на окраине 7, скорее на окраине города. Там становится модно жить уже после Первой мировой войны. Но интересующие нас сегодня с вами герои приезжают в Париж в начале XX века, наблюдая за всемирными выставками. И поселятся они не в Море, не в традиционном еврейском гетто, где живет очень традиционная еврейская община. Наши с вами герои все будут селиться вот здесь, в районе 14 Арандисмана. И вот этой высокой башни, которая построена в 70-е годы. Это один из символов Парижа сегодня. Это башня, построенная над вокзалом Монпарнас. Поэтому здесь вот нарисован такой небольшой поезд под этой башней. И вот здесь вот на границе 15 и в 14-м и селится новая артистическая, в том числе и еврейская, беднота, понаехавшая в Париж в поисках славы и успеха. Почему? Потому что именно 15-е и 14-е Арандисманы станут развиваться бурно в самом начале XX века. Там раньше были гаражи, какие-то сараи. До сих пор можно снять очень дешевое жилье под ателье или художественные мастерские. И у тех, кто приезжает, особенно с Востока, из Восточной Европы, денег мало. Они селятся в дешевых районах. И в этих дешевых районах пытаются творить в условиях, ну, в каких придется. Одно из самых главных до сих пор существующих мест, где тогда поселились основные герои нашего сегодняшнего приключения, это вот это вот очень странное здание, круглое по форме, которое называется «Улей» или «Ля Рюш». Рюш по-французски это «Улей». Улей там, где живут пчелы, да? Это здание было павильоном, когда-то выстроенным для одной из всемирных выставок. И это был такой очень красивый павильон из стекла и металла, чего не скажешь по фотографии. И в этом павильоне представляли бордоссские вина. И виноторговцы рассказывали о своих винах. Но когда выставка закончилась, один предприимчивый человек, бывший скульптор Альфред Бюше, купил этот павильон на выставке, перевез его вот в 14-й район, где сарай и пустыри, поставил его заново. Причем этот павильон он, конечно же, не оставил в стекле. Видите, он его убрал весь кирпичом, прорезав там кое-какие окошки. А что важно, павильон изначально построен тоже Эйфелем. Так что Эйфелева башня – это павильон, они построены одним и тем же человеком. И этот самый павильон скульптор Бюше нарезал на маленькие кусочки для того, чтобы поселить там художников. Лярюш или Улей станет первым артистическим фаланстром, как мы говорим, если перевести это на более простой язык, как общагой, общагой, состоящей из артистических ателье, в которых могут позволить себе жить никому неизвестные, бедные, даже скорее нищие художники. И один из них вам всем, я думаю, прекрасно известен. На этой афише, которая была сделана к выставке, рассказывающей о бывших обитателе этого улья, вы видите репродукцию картины Марка Шагала, который был одним из обитателей этого самого улья. Приехав в свое время в Париж из Витебска, Шагал, который искал того же, что и все, а именно рынка новых артистических идей и движений, он смог позволить себе снять ателье только на самой окраине Парижа, и это ателье оказалось маленьким углом, вырезанным в этом самом улье. Вот здесь на втором этаже, по-русски это третий этаж, у французов другая нумерация этажей, вот здесь вот на третьем этаже у Марка Шагала будет небольшое ателье, в котором он будет жить и творить, хотя на самом деле это было не очень разрешено, и жить, и творить в одном и том же помещении, но все они нарушают правила пожарной безопасности и живут в этих вот убогих углах и творят там бесконечно. Шагал, на наше счастье, оставил очень подробные воспоминания, вот он чуть-чуть попозже, на фотографии он чуть старше, чем в тот момент, когда приехал в Париж, но его воспоминания полны удивительных деталей. Марк Шагал приезжает в Париж, денег у него нет, он привозит с собой тюки, простыни и наволочек, которые ему дала его будущая жена Белла, и он настолько хочет писать бесконечно, а денег нет совсем, что он рвет эти простыни и наволочки на куски, натягивает их на подрамники и пишет, и пишет, и пишет бесконечно на простынях. Поэтому первый период творчества Шагала в Парижский сохранился очень плохо, и все реставраторы всегда жалуются, что это ужасно, и реставрировать невозможно, потому что и краски он использовал, самые что ни на есть дешевые, и писал на материалах, которые не предназначены для долгого хранения, к сожалению, или к счастью. Примерно так выглядят сейчас изнутри ателье Улья. Надо сказать, что Улей сохранился. Вот хочу сразу, забегая вперед, показать вам эту фотографию. Это Шагал в возрасте, это, наверное, уже 50-е годы. Он стоит перед этим зданием Улья, смотрит на ностальгический верх, он уже вполне состоявшийся художник, он уже снимает большие мастерские, он уже вполне может себе позволить содержать и многочисленных детей, и покупать лучшего качества краски, но ностальгически, вспоминая то, что дал ему Париж в самом начале его карьеры, он будет бороться за то, чтобы здание Улья сохранили, потому что после войны здание Улья находилось в таком плохом состоянии, что его хотели разобрать и уничтожить. И именно Марк Шагал приложил все возможные усилия, чтобы вот это здание сохранилось. Сейчас оно по-прежнему является художественным фаланстером, туда можно попасть, мы иногда на экскурсиях водим туда гостей, но это достаточно сложно, потому что это как бы такая частная структура, которой владеет определенный фонд. Внутри помещения не сильно сейчас расширены, они не сильно отличаются от того, какими они были, когда здесь жил Марк Шагал. Вот такие узенькие пенальчики, в которых одна стена представляет из себя, вы видите, это стекло и выход прямо на улицу, и половина потолка тоже затянута стеклом, чтобы свет попадал. Если вам повезло и ваша мастерская на северной стороне, у вас хороший рассеянный свет. Если вам не повезло и ваши окна выходят на юг, значит, вам не повезло, и все вот это вы будете затягивать тряпками и завешивать газетами, чем Шагал и занимался всю первую половину своей жизни в Улье. Живя в Улье, он вспоминает, что настолько этот Уль и правда населен художниками, как пчелами. Художники эти совершенно разного провинанса, то есть происхождения. Очень много евреев из Восточной Европы, но есть и поляки, есть и португальцы, есть и какие-то совсем экзотические бразильцы. И каждый приезжающий, живущий в этом Улье, привозит с собой свои традиции. Марк Шагал, у которого тоже есть представление о том, что он может позволить и что напоминает ему о родине, ходит пешком из этого 14-го района из Улья в 4-й в Море, и там у еврейского торговца покупает ностальгически огурцы и селедку. И эти огурцы и селедка зачастую служат ему единственной едой, которую он может себе позволить на протяжении недель. В принципе, он, наверное, мог бы покупать и просто французские буки, но ему еще хочется чего-нибудь своего. И вот эти огурцы и селедка из квартала Море станут для него символами еврейского Парижа начала 20-го века. Другая замечательная парочка, которая в это же самое время живет в Улье, это два друга, два еврея, совершенно разного происхождения и непонятно как подружившиеся. Я уверена, вы слышали или знаете имена этих героев. Слева перед вами с сигареткой, задрав ногу, сидит Амадео Модельяне, а справа уже в галстуке, это более успешный период его жизни, Хаим Сутин. Поговорим по очереди и про одного, и про другого, потому что, как и Марк Шагал, это такие столпы искусства современного века, современности и 20-го века. Сейчас все троих художников и Шагала, и Модельяне, и Сутина французы называют французскими художниками. Но когда искусствоведы касаются этой темы, между ними идет некоторая борьба. Например, белорусская диаспора очень любит утверждать, что Хаим Сутин, он именно белорусский еврейский художник. А Амадео Модельяне, он сефард из Ливорна, который, итальянская территория, который приехал в Париж, желая стать скульптором. Скульптором он стать не сможет, потому что у него очень слабые, легкие, и ему доктора запретят рубить известковый камень, от которого много пыли летит, и ты, в конце концов, начинаешь задыхаться. И ему приходится перейти на более легкие формы искусств. Он обращается к живописи. Денег нет ни у одного, ни у другого, поэтому они встречаются в улье, в этом самом Ля Рюш, где можно найти самые дешевые углы. Настолько у них нет у обоих денег, что они даже в какой-то момент живут вместе в одном вот этом вот пенальчике, закутке улья. А Амадео Модельяне слева с сигареткой. Обратите внимание, как он одет. Вы понимаете, что человек не богат, но вот этот вот какой-то шик, какой-то небрежно повязанный галстук, это будет такая визитная карточка Модельянина на протяжении всей его жизни. О нем говорили, что он был большой франт, носил бесконечно додыр, занашивая костюм в тонкий вельветовый рубчик, но настолько всегда вычищен был и вылизан этот костюм, что даже если колени лоснились, все равно было видно, что это франт. Из всей этой тусовки, живущей в Рюше, в Улье, поедающей селедку, пьющих по вечерам водку, играющих на гармоне, Модельяне, пожалуй, единственный, кто всегда возит с собой тазик и зубную щетку, потому что для него это важно, гигиена. И помимо тазика и зубной щетки, Модельяни всегда возит с собой томик Данте. А справа его друг Хаим Сутин, человек совершенно другого происхождения и по-другому себя ощущающий в пространстве, не умеет пользоваться ни зубной щеткой, ни тазиком, не говорит ни на каких языках, кроме идыша и русского, и никаких книг не читал, в конце жизни появится некая мифология о том, что он очень любил цитировать Пушкина, но мы это тоже ставим под сомнение. Насколько там Хаим Сутин, одиннадцатый сын в еврейской семье из местечка Смиловича в Белоруссии, насколько он мог себе цитировать Пушкина, нам неизвестно. Известно нам то, что подружившись и встретившись в одном из кафе Монпарнаса, вспомните картинку с кафе, они познакомились в кафе, оба будучи очень привязанными к алкоголю, и подружились моментально, и дружба их будет основана на каком-то непонятном, особенно поначалу, языке, потому что общего языка у них нет. У Модельяне очень хорошее образование, мама много заботилась о его образовании, он прилично говорит по-французски, у Сутина поначалу совсем никакого французского языка, его проститутки за чашку кофе учат каким-то азам французского, но при этом, встретившись в этом кафе за графином плохого домашнего столового вина, они начинают разговаривать взахлёб, и Модельяне начинает читать Сутину Данте в оригинале. Из этого рождается большая дружба, и большая эта дружба приведёт их вот к этому человеку. Перед вами Леонид Сборовский, один из самых главных не художников, но очень важных персонажей художественного Парижа. Сборовский мечтал стать поэтом, поэтом не стал, а стал маршаном. Маршана – это такая фигура в парижской жизни, по сути, это торговец, от слова «продавать», но это именно те люди, которые продают искусство. И каждый любящий себя или желающий стать знаменитым художник должен найти своего маршана, своего агента, который будет продавать твоё искусство. Оба художника, и Сутин, и Модельяни бедны, как церковные мыши, но у Модельяни уже есть маршан. Сборовский уже верит в него и уже покупает ему краски и холсты, и борется с его алкоголизмом, и отправляет его, если нужно, лечиться от туберкулёза на юг, туда, к Ницце. И когда вот эти двое перед вами на экране подружатся, единственный подарок, какой сможет сделать Модельяни Сутину, это он познакомит своего нищего русского, русскоговорящего друга со своим агентом маршаном. И Сборовский станет агентом, продающим или пытающимся продавать обоих художников. Надо сказать, что долгое время, по крайней мере, при жизни Модельяни, Сборовскому не удастся удачно продать Модельяни, но в него он верит бесконечно. С Сутином история будет сложнее и интереснее, и к ней мы ещё вернёмся. Пока что посмотрите на этот кадр. Перед вами совершенно уникальная фотография, потому что Сборовский сидит в кресле в своей собственной квартире. За его спиной дверь. Это парижская квартира, это парижская дверь. И на этой двери вы видите уникальный рисунок. Вы видите портрет Сутина, нарисованный Модельяни на двери в доме у их теперь уже совместного агента. И вот тут я специально вам даже укропнила этот рисунок. Сейчас филёнка этой двери выпилена, и этот совершенно уникальный материал хранится с недавнего времени в музее Дарсе. Это один из самых главных... Нет, в музее Оранжери, простите. Один из самых главных музеев Парижа, где представлены работы вот именно этих художников. Это начало экспрессионизма, как мы его называем. Это удивительная история. Пьяный Модельяни, как его называли, Моди, Пьяный Моди и Пьяный Хаим в поисках денег заваливаются к Зборовскому в тот самый момент, когда того нет дома. Дома есть только жена Зборовского, Аннушка. А эти пьяные в дымину оба. И Аннушка пытается их вытолкать. Она такая хорошая, не очень понимающая увлечение мужа, хозяюшка. И так безобразно ведут себя два художника, что в конце концов она закрывает их в комнате. Они требуют дождаться своего агента. Она закрывает их в комнате, они находят краски и начинают безобразничать. Именно этим они и занимались, когда один другого писал на двери. Аннушка очень переживала, потому что кричала, вы испортили нам дверь, теперь придется тратиться на покраску двери. Слава богу, что Зборовский, когда пришел домой, дверь не перекрасил. Но вот это вот тепло их взаимоотношений и бурные происходящие между ними культурный обмен приводит в конце концов к очень интересному феномену, как изменится современное искусство. Они, безусловно, повлияют друг на друга и помогут друг другу сформировать манеру, которая будет абсолютно разная и у одного, и у другого, но которая сформирует современное искусство XX века. Это именно вот эта парочка Модельяне и Сутин. Следующий кадр я показала вам чуть раньше, но просто хотелось два слова сказать о том, что Модельяне русскоязычную культуру любил еще до появления в его жизни Сутина. Так получилось, что в определенный момент в 1910 году Модельяне встретил одну прекрасную русскую женщину. Вот она перед вами. Эта прекрасная русская женщина приехала, русскоговорящая женщина, приехала в Париж вместе со своим молодым мужем праздновать Медовый месяц. Перед вами Анна Ахматова, которая только что вышла замуж за Николая Гумилева, приехала в Париж. В результате пошли они с молодым мужем в кафе «Дом» или с находящейся рядом кафе «Ротонда», познакомились там с художником Модельяне, и из этого вышло что? А вот что из этого вышло. Из этого вышел роман Ахматовой с Амадео Модельяне во время Медового месяца Ахматовой с Николаем Гумилевым. Ну, это такой парафраз, показывающий вам дополнительный элемент, который показывает вам, насколько тесно переплетена вся парижская культура того времени, в том числе и с русскоязычной культурой, с культурой поэтической, с культурами, в которых вот этот вот интернационализм не мешал им общаться, разговаривать и придумывать новые идеи никоим образом. Это портрет Хаима Сутина работы Модельяне. Хаим Сутин человек очень странной судьбы и, скорее всего, человек эмоционально не очень приятный в своей жизни. Он был, как я уже упомянула, одиннадцатым ребенком в семье. Происходилось местечко Смиловичи дыра-дырой. В этом самом местечке он каким-то образом умудрился заинтересоваться рисунком и по воспоминаниям пытался, даже будучи маленьким мальчиком, углем на полу в их хате рисовать какие-то портреты деревья и собак. Закончится все это очень плохо, потому что в какой-то момент Хаиму Сутину придет в голову, что он хочет нарисовать портрет мясника в этом самом местечке. Он нарисует портрет Равина, он нарисует портрет сын Равина будет мясник, мясник увидит портрет, возмутится, потому что это невозможно, невозможно изображение человеческого лица в этой традиционной культуре и забьет до полусмерти Хаима Сутина и Сутину придется уезжать. Если ты хочешь выжить и если ты хочешь продолжать заниматься искусством, тебе нужно бежать. Сначала Хаим Сутин переберется просто из местечка в более крупный районный город, а потом послушав, что говорят вокруг него другие желающие стать художниками еврейские юноши, он поймет, что выход у него один, нужно идти в Париж. И это вот почти идти пешком в Париж, потому что денег нет, но есть узелок с какими-то основными вещами, совсем чуть-чуть денег собрали ему родители, он отправится в Париж из местечка Смиловича, обратно никогда не вернется, станет одним из самых великих художников XX века, французы называют его отцом экспрессионизма, сам он себя не называл никак, считал уникальным и всячески с одной стороны гордился своей французскостью, с другой стороны в своей живописи все время вспоминал вот эти детские травмы, в том числе связанные и с тем знаменитым избиением, которое по сути сделало его художникам. Но главное, конечно, что сделало его художником, наверное, мы сейчас можем ретроспективно сказать, это встреча с Модильяни. Не встрется он с Модильяни, он бы не начал писать так, как он начал писать. Не встрется он с Модильяни, он бы не познакомился с коллекционерами. Перед вами портрет Поля Гийома работы тоже Модильяни. Это человек, который составил коллекцию, в которой основные два таких ключевых камня это работы Модильяни и Сутина. Забегая вперед или назад, уже запуталась, скажу, что Сутина в России, например, очень мало, почти нет, практически нет его работ, и поэтому зачастую, когда ко мне приезжают гости, например, из Москвы или из Петербурга, они Сутина знают плохо, у нас его не учили, у нас его не показывали, если Модильяни еще хоть как-то слышали, про Сутина не знали почти ничего. Модильяни закончат очень плохо, потому что вся эта волшебная жизнь, она полна новых откровений и вдохновляющего Парижа и новых любовей, перед вами фотография, на которой Модильяни сидит, это такой коллаж, сделан из двух фотографий, он сидит в мастерской, рядом справа его последняя и основная, единственная жена, Жанна Юбетерн, француженка, католичка, с которой Модильяни познакомится в одной из художественных академий, где художники могли приходить и рисовать с натуры, заплатив небольшие деньги, для того, чтобы, во-первых, иметь обнаженную натуру перед собой, а во-вторых, рисовать в тепле. Вот в таком странном парижском месте под названием Академия Модильяни познакомится с Жанной Юбетерн, которая мечтала стать художницей. Сложно себе представить сейчас уже, что думали родители Жанны Юбетерн, молодой католички 19 лет, когда она пришла и сказала, что желает бросить все и переехать жить к гашишисту и алкоголику еврею Модильяни. Но что бы они ни сказали, они стерпели и до самой смерти и Модильяни, и Жанны, родители Жанны, ну, если не поддерживали материально, то очень корректно относились к этим взаимоотношениям. Взаимоотношения эти – это одна из самых трагических историй, на самом деле, в парижских легендах любовных начала 20 века. На этой фотографии вы видите меня, стоящий, показывающий ту же самую фотографию, туристам на кладбище Перлаше. Мы стоим у могилы Модильяни. К сожалению, брюнетка на первом плане закрыла от нас своей головой именно могилу, но в этой могиле лежат трое. Амадео Модильяни скончался трагически после того, как сильно выпив где-то на Монпарнасе, возможно, в кафе-дом, не нашел своих друзей, у которых мог бы переночевать, был настолько пьян, что заснул на скамейке, был январь, он сильно заболел и через три дня пришел, через три дня скончался дома, в лихорадке и туберкулезного менингита. Спасти его не мог никто, умер он в больнице для бедных, скоропостижно, не приходя в сознание. Жена его, Жанна Юбитерн, которая все это время находилась рядом с ним, в этот самый момент была на девятом месяце беременности. Через день после того, как он умер в больнице, она выбросилась из окна. Поэтому, когда их похоронят, сначала их похоронят в двух разных могилах, а потом, в конце концов, родственники Модильяни настоят на том, чтобы и друзья, из артистического мира, настоят на том, чтобы перенести их в одну могилу. И эта могила, это очень важное такое культовое место поклонения на кладбище Перлашес, куда приходят туристы, интересующиеся совершенно разными направлениями. На могилу Модильяни всегда приносят кисточки, всегда приносят какие-то записочки, рисунки, и, конечно же, камешки, которые кладут сверху на очень простую бетонную могильную плиту. А второй наш герой, Хаим Сутин, третий, первый был Марк Шагал, третий наш герой, Хаим Сутин, продолжает жить по-прежнему в той же самой бедности и нищете, пока что, очень тяжело переживает смерть своего друга, но продолжает творить. Вы видите Хаима Сутина в том виде, в каком он и бросался в глаза на улицах Парижа, вот где-то в промежутке между Первой мировой войной, наверное, где-то в годах, так скажем, 1920-х он выглядит вот так. Он живет все в тех же убогих ателье, видите, это кирпичная кладка, вы уже, наверное, ее узнаете. Рядом с ним висит курица, ходит он в странных каких-то рабочих робах, он вовсе не Франт, это не Модельяне, Модельяне научил его чистить зубы, но не научил его покупать себе бархатные костюмы. Рабочая роба, заляпанная краской и постоянная страсть к тому, чтобы рисовать живую натуру, живую мертвую натуру. Вот эти вот какие-то бесконечные убитые куры, селедка, которую он все время пишет, он ходит, занимает у друга лившица 30 франков, чтобы купить в море селедки, держит эту селедку дома до последнего, почти до протухания, потому что бесконечно пишет с этой селедки портреты натюрморты, а потом, когда она уже совсем потухла, съедает ее, идет к лившицу, продает ему картину обратно за 30 франков и заново идет покупать селедку. Но самая главная, главная страсть Сутина это туши, мясные туши. Он помешан на Рембрандте и потом всю жизнь, он не будет путешествовать, но всю жизнь, когда уже сможет себе позволить, будет ездить в Амстердам на поезде, чтобы смотреть на картины Рембрандта. «Еврейская невеста», одна из его любимейших картин. Ну и, конечно, вот эти рембрандтовские туши привлекают его внимание. Эта картина, написанная Сутиным, имеет очень интересную историю. Он покупает на соседней скотобойне, на соседней рядом с ульем скотобойне тушу, вешает ее в этом улье в своем не очень большом ателье и начинает ее писать. Пишет он ее около пяти дней, туша начинает гнить, он поливает ее дополнительно кровью, все это ужасно пахнет, соседи, даже все эти безумные художники начинают жаловаться, приходит санинспекция. И когда инспекция видит, что внутри небольшого ателье полно мух и висит полуразложившиеся останки животного, его чуть не упекли в психушку. Но Сутин объяснял, что для него очень важно вот это ощущение передачи мяса, боли, гниения и смерти, отсюда и родится экспрессионизм. Так никто не рисовал до него. Говорят, что именно вот эту манеру подачи материала Сутину подсказал Модильяни, потому что Модильяни очень увлекался на тот момент немецкими художниками, например, кокошкой, и именно немецкие художники начали рисовать такими рубленными мазками, зачастую рукой, как будто бы бросая краску. Конечно, так начинали уже рисовать и импрессионисты, вот не было уже этой гладкости академической, но вот чтобы вот так вот неистово писать, вот чтобы пальцами размазывать эту кровь по экрану, первым это станет делать Хаим Сутин. Возможно, когда мы смотрим на эту картину, мы можем вспомнить тот эпизод с избившим его до полусмерти мясником. Надо сказать, что в творчестве Сутина красный будет всегда доминирующим цветом. Что бы он ни писал, на трех четвертях его картин вы увидите какие-то красные доминанты. Это очень интересная картина, называется «Ателье в Сите Фольвер». Это такое место в Париже. Одно из ателье, которое Сутин снимал вместе с Модельяне тоже. Это не Улей, это другой какой-то уголок, существующий до сих пор. На тот момент дыра-дырой, сарай, полный клопов и постоянно продуваемый. Однажды к ним пришла, к Сутину пришла некая девушка в гости. К ним уходили девушки. И Сутину нужно было обогреть помещение. Для этого он сжег последний стул в своем ателье, потому что иначе обогреть помещение было совсем нечем. Ателье Фольвер. Играющий мальчик, видите, этот красный, и вот эти текучесть постоянной линии, говорящие то ли о его неуверенности, то ли об определенном строе психики, то ли о том, что он все время мучается и очень нервничает. Нервничает он достаточно долго, пока в его жизни не начнут появляться меценаты. Это Мадлен Кастан, очень знаменитая дизайнер французский, у меня в Инстаграм есть, о ней отдельная история, которая в конце концов возьмет Сутина полностью под свое крыло. Аристократка с большими деньгами поначалу, которая будет преданно и бесконечно поддерживать Сутина, создавать ему все условия, а это значит, что до самой практически смерти Мадлен Кастан покупала и покупала Сутину селедку, потому что он любил рисовать селедку и однажды даже купила лошадь, потому что Сутину нужно было нарисовать лошадь. Это одна из самых знаменитых картин Сутина в музее Оранжери, она называется «Маленький пекарь», «Маленький кондитер», простите, «Маленький кондитер». И даже здесь, даже в портрете человека, который просто человек, маленький человек в униформе, такой Акакий Акакевич, никто в своей униформе пекарской сидит, устал на стуле. Вы видите в его руках что-то красненькое. Это не просто что-то красненькое, это на самом деле такие платочки, которые носят до сих пор частенько наши кондитеры, такая как униформа профессии. Но вот что-то красненькое всегда должно быть акцентом для всей нервической живописи нашего героя. Это удивительное суммирующее все эти дружбы полотно. написано русской художницей Моревной, которая не еврейского происхождения, но она написала книгу «Моя жизнь с художниками Улья». Жизнь у нее была богата и на любовные связи, и на знакомства, и она оставила для нас вот эти большие портреты, на которых показывает их всех, кто был ее тусовкой в Париже. Сама Моревна здесь на этой картине, вот она слева, блондинка, на руках у нее сидит дочка, эту дочку Моревна родила вот от человека, стоящего за ее спиной, это Диего Ривера, будущий муж Фриде Кало. Вот такой вот случился у них краткий роман, из которого случилась эта дочь. Но не они сегодня нас интересуют, нас интересует, конечно же, фигура в центре, полуголый, Аполлон, практически Дионис, поэтому он со стаканчиком вина. Кто это? Вы должны уже узнать. Это Модильянин. А кто за его спиной? А за его спиной вот этот вот стриженный под горшок, очень странный, с такими пухлыми губами и не очень приятным лицом, конечно же, это Сутин, всегда за спиной своего друга. За стаканчиком Модильянин вы видите Жанну Юбитерн, причем она написана, жену последнюю Модильянин, причем она написана так, как Модильянин сам ее рисует. Здесь же Макс Жакоб, знаменитый друг, поэт, критик Пабло Пикассо. Вот здесь же Зборовский, тот самый Маршан наших двух героев. Вот это Илья Оренбург, кстати, в белом котелке. Они все одна тусовка, то есть потом мы их как-то разложим по истории искусств, но тогда, в тот момент, они все друг с другом знакомы. Еще одна картина, просто чтобы дополнить ваш мир того Парижа, это удивительные фотографии, их существует целый цикл, около 16, по-моему, их сделал Жан Кокто, это фотографии все 16, сделанные в один день, когда все наши герои гуляли по Монпарнасу. Просто вот 15-й год, ребята молодые, ну сколько им там сейчас здесь, ну где-то по 28, вышли погулять, конечно же, напились, в финале все фотографии очень веселенькие, между тем, вы видите, в центре вот у вас Пикассо, а вот у вас и Модельяне, по-прежнему все в галстучках, они все, все очень хорошо знакомы. На этой фотографии, на этой картине это вторая картина из цикла Моревны, вы, конечно, видите уже и саму Моревну, такую красивую, за ней Горький, потому что Горький тоже знаком со всеми этими людьми, а вот здесь вот немного постаревший, повзрослевший и иначе причесанный слева за плечом Горького Сутин, Сутин со стаканчиком, никуда без стаканчика, рядом Волошин, и вот интересный человек с гармошкой, о нем я еще скажу пару слов. Вот он этот Париж, в котором они живут, вот он этот Париж, в котором они гуляют, вот он этот район, 14-15, называется Монпарнас, ну, иногда они выходят еще в другие районы, но в основном концентрируются на Монпарнасе. Сейчас на Монпарнасе в одном из двориков монпарнасских, недалеко от вокзала, стоит вот этот замечательный памятник, это Сутин, это памятник Хаиму Сутину, который был поставлен в 2000, я не могу память, кажется, в 2004 году, и это замечательный портрет, который передает, если не портрет на самого Сутина, то суть его и как человека, и как художника, мрачный, угрюмый, надвинувший шляпу на глаза и всегда вот в этом пальто. История пальто, это история обогащения Сутина на самом деле. Сутин будет одним из тех, кто добьется славы и денег при жизни, и случится это отчасти случайно, простите за такое повторение, случится это в тот момент, когда в конце 20-х годов в Париж приезжает огромное количество американцев, потому что очень выгодно доллар к франку обменивается, американцы едут в Париж и живут здесь с большим удовольствием, вы, возможно, все читали романы Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой, Скотт Фиджеральд, Генри Миллер, вот все они здесь в Париже проводят время, и среди всех этих американцев в Париж приезжает один, которого зовут Барнс. Барнс великий человек, и его имя стоит запомнить. Барнс сделал деньги на лекарстве от гонорей, но все эти свои деньги он лежил во что-нибудь вложить, инвестировать, и он инвестировал их в искусство, он покупает искусство, но искусство он покупает не проверенное, не Рембрандта какого-нибудь, а новое и странное. Барнс покупает картины современных художников, и в Америке у себя выстраивает в Вашингтоне музей. Это самая большая коллекция искусства того времени с танцем Матисса, с огромным количеством Сутина, как Барнс достался Сутин. Барнс пришел на Монфарнас, потому что ему сказали, вы приехали в Париж, месье американец, тогда идите на Монфарнас, там самое-самое модное искусство, там вот они все пьют в этих кафе. И Барнс пришел в кафе Ротонда. В кафе Ротонда его познакомили с Маршаном Зборовским. Он спросил у Зборовского, что бы мне купить, у меня есть вот 3000 долларов. Зборовский сказал, у меня есть очень хороший художник, он уже умер, есть только у меня. Кого он имеет в виду? Конечно же, нашего Моди, Амадео Модильяне. Барнс идет к Зборовскому покупать моди. Зборовский в шкафу начинает выгребать картины Модильяне, но первыми в шкафу лежали не картины Модильяне, а свернутые в трубочку холсты Сутина. Он выкидывает под ноги Барнсу не стоящие ничего пока что картины Сутина, и Барнс попадает под магию, под мистику, под очарование этих картин. Барнс покупает одномоментно у Зборовского все картины Сутина на все деньги. Сутин в одно, в одночасье буквально становится богачом. На эти самые первые деньги Сутин покупает себе, об этом помнит весь Монпарнас, покупает себе шикарное зимнее пальто, то, чего он никогда не мог себе позволить. И в этом пальто он впоследствии будет ходить и зимой, и летом. Надо сказать, что Сутин еще тут же нанимает себе шофера и съезжает с Монпарнаса, потому что Монпарнас для него это клопы и бедность. Но это уже немного другая история. Сутин умер в 43-м году трагически в Париже, но трагически он умер, его не успели никаким образом даже заметить как еврея. Он умер от перитонита, его везли, нет, перитонита, у него болезнь была. Он ехал, вообще у него была язва, он очень сильно болел, его везли на операцию, и пока его везли тайком на операцию в больницу, его тогдашняя подруга договорилась за бешеные деньги, что его возьмут в больницу, чтобы еврею тайком в больнице сделать операцию, все это время, все эти три дня, пока его везут с большими предосторожностями в больницу, Сутин пьет, а делать ему этого категорически нельзя, его просто не довозят до операции. Он похоронен на кладбище Монпарнас, на Монпарнасском кладбище, хоронили его тоже тайком, потому что в тот момент это было уже сложно, но могила его найдена, и мы иногда ходим туда, чтобы вспомнить об этом великом художнике. Еще один совершенно великий дружок тех же самых наших с вами героев, вот он, на картине у Моревны, я вам сказала, посмотрите на человека с гармошкой, вот он, человек с гармошкой, но уже в благородной седине, это Осип Цаткин, или Осип Заткин, как говорят французы. Осип Цаткин технически не еврей, потому что мама его была шотландкой, из-под Витебска, тот же самый путь, встал, пошел, ну правда у них было больше денег, ему дали стипендию, дошел до Парижа, пришел в Улей, и в Улье начал заниматься скульптурой. Осип Цаткин один из самых главных художников, скульпторов, кубистов 20 века. Он построит и получит, ну купит домик и перестроит его в свою собственную мастерскую на Монфорнасе, в нее до сих пор можно сходить, сейчас там музей, очень интересный музей. Цаткин был человеком больших талантов, на Монфорнасе отличался тем в молодости, что всегда ходил вот с этой самой гармонью и гигантским догом, которого звал дядька. Вот такие они были, веселые русские евреи на Монфорнасе, как их называли. И при этом они периодически встречались со своими друзьями, людьми, которые становились их друзьями, но несколько из другой среды. Перед вами Монрей, один из самых знаменитых фотографов, сюрреалистов 20 века, то же самое поколение, почти та же самая история, за тем исключением, что фамилия его Костровицкий, он приедет из Америки. Его родители бегут из Восточной Европы в Америку после погромов в конце 19 века, а сам Монрей переедет в Европу в начале 20 века, потому что именно здесь, в Париже, делается искусство. Он тоже хочет сначала стать художником, но в конце концов станет знаменитым фотографом. И половина фотографий, по которым мы сейчас смотрим эпоху, и по которым узнаем наших героев, это все фотографии, сделанные Монреем. Я вам показываю не наших героев, а одну из самых знаменитых фотографий, это та, которая справа, женщина-скрипка Энгра, одна из самых знаменитых сюрреалистических фотографий Монрея о бесконечной женской красоте. Слева вы видите, собственно, эту модель Фас. Это подруга Монрея на протяжении шести, по-моему, лет, знаменитая певичка и модель Монпарнаса, ее звали Кики. Если однажды вы приедете ко мне на экскурсию, я вам обязательно расскажу об этой прекрасной красотке. Ради нее Сутин сжег стул. И поскольку время наше подходит к концу, а я бы хотела завершить его логично и красиво, я обещала вам, что мы вернемся обратно к самой красоте, то есть в самый центр Парижа, к опере. Вы мне скажете, а зачем нам Полина опера, если ты нас таскала на протяжении часа по каким-то окраинам и сараям с алкоголиками? А потому что в конце концов одно из самых главных произведений 20 века будет создано внутри этого здания кем? Нашим русским евреям. Перед вами плафон оперы Гарнье, который был расписан Марком Шагалом, и который собственно сделал Марка Шагала бессмертным. Шагал в принципе получил за свой вклад французскую культуру, французское гражданство, и вот эта роспись плафона в опере он считал одним из самых главных произведений, которые он создал в своей жизни. Этот заказ на роспись плафона будет сделан министром культуры Андре Малеро, и это будет очень важный заказ, который 80-летний уже Марк Шагал будет делать, ему будет тяжело, но он будет очень сильно работать и стараться. Вот перед вами фотография, как он собственно создает плафон, потому что масштаб предыдущей картинки, конечно, не показывает вам все величие плафона, но представьте себе, что плафон находится вот в этом зале, вот он, плафон Шагала, он перекрывает другой плафон, под этим плафоном есть первоначальный плафон 19 века, но настолько велико было значение вот именно этого произведения искусства, что в конце концов его оставят как главный плафон оперы, и можно даже попасть в оперу не на спектакль, а просто на прогулку, экскурсию, заплатить денег просто за то, чтобы сходить и посмотреть на этот плафон. По сути, это концентрация всего того, о чем я вам рассказывала. Этот плафон Шагал посвящает 14 композиторам, тут есть и Вагнер, тут есть и Чайковский, тут есть разные кусочки, в которых он представляет разные балеты, вот этот кусочек, где он рисует желтый сегмент, это Лебединое озеро, например, но есть и кусочек самый главный, вот если вы посмотрите вот сюда, вот вы увидите вот здесь на зеленом фоне летящие, один из символов картин Шагала, летящий он со своей Беллой, а сзади мелкими-мелкими такими почти невидными точечками будут нарисованы крыши Витебска. Крыша Витебска, крыша его штетла, крыша его местечка, сейчас воспетый великим русским, еврейским, французским художником находится на плафоне одного из самых главных зданий Парижа, а именно нашей французской оперы, парижской оперы Гарнии. Здесь, друзья мои, я хотела бы завершить свой рассказ, надеюсь, вам было интересно, сейчас я включу ваши вопросы, если вы не успели записать адрес моего инстаграм, запишите, пожалуйста, там вы сможете найти дополнительные истории и про Сутина, и про Шагала, и про Андре Мальро, и про других художников, а я попробую найти выход обратно в наш чат. А вы пока готовьте вопросы. Вот я вижу, да. Оп. Спасибо огромнейшее. Шалом из Самары. Я готова ответить на любые ваши вопросы, если они у вас будут, а если они у вас не будут, то поставьте хотя бы плюсик или минусик, было ли вам интересно. Если интересно, ставьте плюсик. Если не интересно, поставьте минусик, я люблю критику. О, отлично. Ну, послушайте, я очень рада, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам было не только профессионально, но еще и ново, потому что, конечно же, интересно было бы в этот теплый, по крайней мере, в Париже зимний вечер рассказать вам что-нибудь еще и новое, а не только профессиональное. Спасибо, спасибо, спасибо вам за ваши отзывы. Как можно услышать еще, приходите в Инстаграм, там есть прямо видеокусочки всяких разных лекций. Я очень много делаю прямые эфиры в Инстаграм, это такой формат, когда можно просто смотреть за интервью и с рассказами. А, вот я вижу, что есть курсистки из Парижа 19 века. Сейчас у меня есть новый курс, мы как раз им занимаемся активно, мы его сейчас продаем, это курс о французской гастрономии, рассказываем про историю еды. Вопрос из Фейсбука. Какое у них было отношение к религии? Так, друзья, подождите, очень быстро бежит, строка, сейчас я верну. Какое у них было отношение к религии? К религии у них было отношение никакое. Вот, ну, по крайней мере, у тех троих, кто были сегодня нашими героями, известно, что Шагал был очень нейтрален вообще ко всему, что только касалось религии. У Сутина, мне кажется, очевидно его отношение к религии. Человек, который решил заниматься живописью и писать портреты людей, если и был где-то в душе своей религиозен, то он был очень специфический религиозен. Для Модельяне единственной религией был Данте, все остальное. Они очень светские, это другое поколение, и плюс поймите, что они все переживут Первую мировую войну, это очень сильно поломает их дискурс относительно религии, да, бог, который нас бросил, тяжелое время, ну, и они все очень, очень, очень помешаны. Для них религия это искусство, они, ну, и алкоголь. Не для Шагала, Шагала не пьянчушка. Не ожидала, что они все знакомы. Нет же, с Гертелем они точно не встречались, это как бы, они вообще не очень все, мало того, что они не религиозны, они еще и не, не политизированы, но только они. Шагала звали в один еврейский политический журнал, но он сказал, что меня это не интересует и ушел. С другой стороны, там была тусовочка в том же самом Улье из еврейских художников, которые занимались и иллюстрацией в политических журналах и поддерживали, но вот именно эти трое, они очень специфически как бы выделяются из всех, они такие вот, вот настолько эгоистично любящие себя и свое искусство, что ни политика, ни религия. О, здесь есть человек, который Дина, которая была в Смиловичах, если я правильно, в музее, да, 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 но вот теперь нужно, конечно же, приехать, Дина, в наш оранжерий и посмотреть, что там осталось от творчества Сутина. Очень много читали у Эренбурга. Вообще, это правда, что есть про эту именно эпоху огромное количество замечательных воспоминаний. Ну, во-первых, конечно, нужно читать самого Шагала, потому что он хорошо писал, подробно, видимо, не сильно перевирая, в отличие от многих, а Сутина осталось какое-то количество воспоминаний хороших, но они, правда, были в основном все написаны по-французски, потому что он ушел полностью из русскоязычного сообщества, заработав себе на пальто. Вот, но вообще про Париж очень много хороших книг. Моя коллега Ольга Кораськова, я говорила вначале, что мы свой блог ведем вдвоем, она работает в музее Холокоста, и у них есть огромные архивы, есть огромное количество написанных разных документальных, билетристических, всевозможных материалов на все возможные темы. Приходите. С удовольствием бы приехала, пишет Дина. Да, мы бы все с удовольствием куда-нибудь приехали в эти славные времена. Ну что ж, я вижу, что вам понравилось, минусиков я не вижу, ну и хорошо. В Фейсбуке нас нет, мы есть в Фейсбуке, мы называемся точно так же, как и наш Инстаграм, турбюро по-русски, а дальше короли и капуста латиницы. Если вы это попробуете в Фейсбуке ввести, то вы увидите наш Фейсбук, мы там делаем перепосты из Инстаграм, просто Инстаграм чуть удобнее сейчас, как инструмент. А, ну и конечно, да, да, и конечно, я на самом деле я хотела поставить плюсик, я хотела сказать большое-большое спасибо за то, что вы выделили время провести нам такую экскурсию по Парижу и вдохновить нас на дальнейшее изучение всех тех тем, которые вы здесь подняли. я думаю, что, да, есть еще много разных благодарностей со всех сторон, поэтому будем рады пригласить вас на дополнительный сезон наших прогулок, которые мы планируем в 2021 году. Вот, а единственная цитата, которая, которая пришла ко мне в процессе вашего рассказа про Шагала, это очень такая известная цитата, которая говорит о том, что если я не был бы евреем, то я не стал бы художником или был бы совсем другим художником. И она, на мой взгляд, очень увязывает именно то, о чем вы говорили. Да, они все так или иначе через свое не страдание, но особость приходят к этому своему искусству. А о Шагале мы можем сделать с вами отдельную историю, потому что о его особости, еврейскости, странной манере раскладывать краски писал еще Аполлинер, и это очень интересный, очень интересный, безграничный интересный материал. А уж сколько Шагал всего написал по всей Франции, начиная от витражей в католических соборах, заканчивая великими полотнами размером с трехэтажный дом. Так. Тогда, я думаю, на этом этапе на ваших экранах всех, кто остался еще с нами, должны появиться очень кратенькие опросы с трех вопросов. Вот, я пожелаю Полине доброй ночи и успешного 2021 года. Спасибо большое. Я желаю всем нам, чтобы он был ярче, лучше и насыщен безрукновиртуальными, настоящими путешествиями, приключениями. Все. Тогда спокойной ночи, из Узраиля. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok